Трансляция 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 отследить, если они будут явно проглядываться, просматриваться здесь на льду. На Олимпийских играх наша сборная провела со сборной США 9 игр, в которых 7 раз победила и дважды уступила. Забила 49 и пропустила 21 шайбу. Лучшие бомбардира в нашей сборной Александр Мальцев. Три игры, четыре шайба. И Анатолий Фирсов. Три игры, четыре шайба. Ворота сборной в играх против американцев защищали шесть вратарей. Самые непробиваемые Николай Пучков и Виктор Коноваленко. Оба по две игры, 120 игровых минут, три пропущенных шайбы. Хэт-триком против США отметился Анатолий Фирсов. Так наша сборная играла с командой США на предыдущих Олимпиадах. Внешэкономбанк. Спонсор Олимпийской сборной России. Александр Сергеевич, ну вот если я обращаюсь, дорогие телезрители, для тех, кто, может быть, вот опоздал на эти несколько минут, рядом со мной двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Я обращаюсь к нему с вопросом. Вообще, вот сборная команда Соединенных Штатов на протяжении вот стольких лет, пока вы были в составе сборной СССР, вообще против нее играть-то было каково? Ну, разные годы, конечно, по-разному было. И в целом, в целом, это серьезный противник был, серьезный. Ну, а что касается Олимпиады, то, конечно, здесь надо учесть то, что сборная Америки в Сквовелле выиграла, через 20 лет в Лейк-Плесиде выиграла. И вот через 22 года снова Олимпиады в Америке. И это, в общем-то, наводит не на хорошие, на грустные мысли. Посмотрим. Ну, вот перед рекламой, перед тем, как мы вышли на рекламу, Александр Якушев вспомнил о двух не очень удачных Олимпиадах в 60-м и 80-м году. И вы знаете, друзья, словно как по заказу, здесь американские режиссеры на большом экране запустили кадры Олимпиады 80-го года в Лейк-Плесиде, где американцы с преимуществом в одну шайбу одолели сборную команду Советского Союза. Очень не хотелось бы, конечно, чтобы аналогии какие-то возникали в связи с этим. Опять американский континент. Но начнем с того, что уже не сборная Советского Союза, а сборная России. И все-таки не 20 лет прошло, а уже 22. Вот. Правда, в названии города опять-таки присутствует слово Лейк. Не знаю. Посмотрим. Ну, недаром говорят, что лед скользкий и ровный. А мы сейчас давайте посмотрим то, что только что увидели зрители в зале. Перед Олимпийскими играми в Лейк-Плесиде в 1980-м году все специалисты хоккея в один голос утверждали. Кандидат на золото номер один – это сборная СССР. Да и трудно было себе представить, что после феерической победы над канадскими профессионалами в Кубке Вызова в 1979 году препятствием для нас сможет стать команда американских студентов. Но так произошло. Дерзкие любители, перед которыми светили перспективы карьеры в НХЛ, перед лицом своих зрителей дали советским хоккеистам настоящий бой. Их тренер Брукс нашел единственно правильный рецепт нейтрализации грозных советских форвардов. Активная, хорошо отлаженная и в то же время вязкая игра в обороне и резкие контрвыпады. Когда Майкл Эрузьони, 21-й номер американцев, забросил в ворота Владимира Мышкина четвертую шайбу, казалось, что вся Америка в этот момент сошла с ума. Эти студенты в мгновение ока стали национальными героями. Они подхватили эстафету сборной образца 60-го года, которая в сквобелли также обыграла команду СССР. Это была претензия на традицию. Дескать, дома американцы не проигрывают. Посмотрим, как это будет через 22 года после Лейк-Плэйсида в Солт-Лейк-Сити. Ну что, дорогие друзья, команды уже на льду. И сборная Соединенных Штатов, и сборная России. Американцы уже выстроились возле синей линии. То же самое сейчас делают наши. Александр Сергеевич, вы вообще прогнозы любите? В спорте нет, не люблю прогнозы. То есть ничего сегодня прогнозировать не будем? Давайте не будем. Хорошо. Билл Макгрей сейчас на ваших экранах. Рефери сегодняшнего матча. Помогает ему Петр Блювель и Джин Морин. Вячеслав Фетисов выиграл в своей жизни все, что можно. Все золото мира. Как игрок. Осталось доказать свою состоятельность как тренера. Хэрб Брукс, именно он в 80-м году возглавлял сборную американских студентов. Постарел, посидел, конечно. Но американцы именно его пригласили для того, чтобы возглавить сборную и образца 2002 года. Это что, Александр Сергеевич? Вера в приметы? Может быть и так, но за это время, безусловно, Брукс и набрался опыта тоже. Я думаю, что приглашение это не случайно абсолютно. Вот сейчас представляют нам хоккеистов. И я быстренько назову тех игроков, которые примут участие в сегодняшнем матче. В сборной России второй номер Борис Миронов, пятый Даниил Марков, седьмой Олег Твердовский, восьмой Игорь Ларионов, десятый Павел Буре, одиннадцатый Дариус Каспарайтесь, Олег Кваша двенадцатый, Алексей Жамнов тринадцатый, Сергей Самсонов четырнадцатый, Валерий Буре двадцатый, Владимир Малахов двадцать третий, Павел Датюк двадцать шестой, Алексей Ковалев двадцать седьмой, Игорь Кравчук двадцать девятый, тридцатый Илья Брызгалов, 31-й Егор Подоманский, Андрей Николишин, 33-й, Николай Хабибуллин, 35-й, Сергей Гончар, 55-й, Максим Афиногенов, 61-й, Илья Ковальчук, 71-й, Алексей Яшин, 79-й, Сергей Федоров, 91-й. Главный менеджер, старший тренер команды Вячеслав Фетисов. Вот на ваших экранах Майк Рихтер, 35-й номер сборной команды США, голкипер этой команды. И быстренько по составам Майк Данхем. Номер первый Брайан Лич, второй, Брайан Рафалски, третий, Том Потти, пятый, Фил Хаусли, шестой, Кейт Ткачук, седьмой, Майк Мадана, девятый, десятый Джон Леклер, одиннадцатый Тони Амонте, двенадцатый Брайан Ролстон, тринадцатый Билл Герин, шестнадцатый Брэд Халл, Крис Друри, восемнадцатый, Гэри Саттер, двадцатый, двадцать четвертый Крис Чериус, двадцать восьмой Адам Дедмарш. Том Борасу, тридцатый, Аарон Миллер, тридцать третий, Майка Рихтера я вам представил, Дуг Уэйт, тридцать девятый, Скотт Янг, сорок восьмой, Майк Йорк, шестьдесят первый и Джереми Рёник, девяносто седьмой. Начали! Лич с шайбой. Наши сразу овладели ее, это Валерий Буре бросал в сторону ворот. Вот, Алексей Сергеевич, вот первые минуты вообще вот в таких матчах, вот вы себе обычно что говорили, вот перед началом игры, как себя успокаивали? Ну, первые минуты очень, конечно, важны, да, особенно вот на таком уровне, в таких матчах. Очень важно, очень важно контролировать из первых минут шайбу, чтобы команда как можно больше контролировала, было меньше потерь. Вкатилась в игру, да? Чтобы, да, все игроки сумели быстро войти в игру. Тони Амонта сейчас с шайбой. На Мадана была передача, перехватывает шайбу Гончар. Ну что, обменялись уколами? Выходит так. Ну, пока вот игра приобретает такой характер выжидательный, мне показалось, что... Очень внимательно играют и американцы в обороне, очень внимательно, очень стараются сыграть как можно точнее, но не всегда это получается у них, в нашей зоне. Яшин с Ковалевым, динамовский дуэт, когда-то, в стародавние времена. Догуэйт сейчас входил в зону. Сорокалетник Крис Челиос бросал с неудобной руки поворотом капитан сборной команды США. Ковалев, подставлена клюшка, высоко парашютом шайба взмыла вверх, Федоров. Хаусли с шайбой, перехватывает шайбу. Спокойно тоже мне, очень внимательно, боятся, по-моему, и американцы тоже, что называется, продешевить на первых минутах. Очень осторожно играет, очень осторожно, потому что цена... Гол очень высокая, особенно плохо пропускать первыми. Вообще, наверное, плохо пропускать, а уж первыми действительно страшно. Страшно, но он сейчас в зоне американцы. Ну, успокоится, успокоится. Можно подержать шайбу. Лорионов с партнерами у нас. Ну, когда-то это звучало хрестоматийно, Лорионов с партнерами. Касатонов-Фетисов, Лорионов-Макаров-Крутов. Сейчас у Игоря Лорионова другие партнеры. Миронов-Марков. И он вышел с Максимом Афиногеновым. И 26-й номер, это Павел Дацюк. Первый проброс. И смена составов. Вот, давайте посмотрим опасный момент. Ну, здесь и Гончар, по-моему, неплохо сыграл. Отыграл этот эпизод до конца. И довольно плотно прикрывал ближний угол Хабибуллина. А это вот уже Дацюк рвался к воротам Майка Рихтера. Борис Миронов. Миронов с Валерием Буре сыграл. Два брата Буре сейчас на площадке. И Алексей Жамнов. 13-й номер сборной России. Пути. Пути. Довольно рискованно вам не показалось сейчас пути делать передачу через центральную зону, где стояли два наших игрока. Да, определенный риск был, конечно, но он очень техничный игрок. Умело сделал подкидку и все обошлось. Хабибуллин на месте. Николай Хабибуллин. Человек, который фактически два года находился вне игры. Не знаю, каковы были впечатления у наших болельщиков после первого матча сборных команд России и Белоруссии. Горячие головы утверждали, что Хаби уже не тот. Что четыре гола для мастера такого уровня это очень много. Но вот последний матч звезд, который провел Николай Хабибуллин с таким блеском, что болельщики Тампы стали требовать, чтобы Николаю Хабибуллину вновь был присвоен статус VIP игрока. То есть фигура неприкасаемая, фигура, как говорится, вне критики. Но я не думаю, что после первой игры сразу надо делать БВД тот или не тот игрок. Конечно. В частности, Хабибуллин. Тем более, что мы знаем, что играли-то наши фактически с листа, не имея ни одной тренировки. Крис Челиос. Капитан сборной команды США. Канадцы с шайбой, американцы с шайбой. Вот, пожалуйста, Хабибуллин подтверждает слова Александра Якушева. Федоров. Неплохо наши используют фланги. Вот пока по началу игры. Играет. Играет. Федоров. Рихтер как-то неуверенно отбивал эту шайбу. Вердовский. Здесь надо заметить, что произошла в этом звене небольшая перестановка. Если в первой игре Лорионов играл слева, то сейчас они с Дуциком поменялись местами. Ну, правильно. В 41 год переходить на фланг. Вот мы как раз видим Павла Дуцука. Павел Дуцук. Еще в недавнем прошлом игрок казанского Акбарса. Одна из, наверное, одной из самых ярких дарований, молодых дарований в российском хоккее. Ну, как это часто, увы, бывает, увы, для российских болельщиков, эти дарования переезжают за океан. Вот еще одно из них сейчас на площадке, это Максим Афиногенов, потом появится еще и Илья Ковальчук Афиногенов. Вдвоем тут его прихватили. Совершенно справедлив, совершенно справедлив был Макрей. Удаление. Девятый номер Майк Мадана отправился отбывать наказание. Ковалев, Буре, Яшин, Жамнов и Гончар. Ковалев играет в защитника. Да, Ковалев играет в защитника. Ну, мы знаем, каким броском обладает Сергей Гончар. Сколько он наколотил шайб ворота своих противников, выступая за Вашингтон Кепиталс. Вот вам он никого не напоминает, Александр Сергеевич, по манере игры и вот по силе броска из тех, кто играл с Вами в 60-е и 70-е годы? Вот я не знаю, вот вы ответите, а потом я скажу, совпадает наша точка зрения или нет? Ну, по силе броска это, безусловно, Валерий Васильев и по манере игры, может быть, он где-то в чем-то похож. Ну, я выдастся просто развести руки в стороны, потому что я именно о Валерии Васильеве и думал. Действительно, и силовая борьба, которую ведет Гончар, может быть, в матче с Белоруссией это не так явно было видно. Но вот даже вот когда он подкатывается к своему визави, посмотрим, ох, какой подарок сейчас сделал Павел Буре кому-то там за воротами сборной команды США. Вот как он подкатывается к своему сопернику для того, чтобы провести силовой прием. Вот такая какая-то удивительная манера, необъяснимая, Васильевская манера. Действительно, это так. Ну, недаром в одной команде играли. Только с разницей, конечно, в немало лет. Вот наша вторая бригада по большинству. Федоров играет в защите Лорионов. Догнать! Догнать Ролстона! И Лорионов с молодыми, Самсонов и Ковальчук. В ней играет. Пошел Илья в зону, но раньше там оказался Сергей Самсонов. Сергей Федоров вот чуть-чуть, да, попридержал технично. Именно так, чтобы... Да, зацепил, зацепил. Да, да, да. Очень умело. Ага. Чтобы арбитр не свистнул, да он не упал. Ну, это тоже, наверное, часть профессионализма. Самсонов. Пока не удается задержаться в зоне атаки нашим ребятам. Очень подвижно действует у себя в зоне американцы. Такая стремительная оборона. А вот подобного рода провалы могут быть очень опасны. Белгерин. Ковальчук. Вошли в зону. Нет, не точную передачу делает Ковальчук партнеру. А между тем американцы уже в полном составе. Мадана появился на льду. Ошибся Афиногенов. Не смог обработать шайбу на рубеже синей линии. Николишин Афиногенов. Ну, вот наши перехватывают шайбу. Рихтер на месте после броска до Цука. Опасным был бросок. 10 сантиметров. Надо льдом шайба шла. Очень трудно для вратаря. Вот, посмотрим еще раз. Чуть-чуть выкатился буквально. На полтора метра, может быть, чуть-чуть поменьше. Майк Рихтер из ворот. И угол обстрела сократился до нуля. Брэд Хал. Размял слегка Хабибуллина. Жамнов. В зоне Бурея. Ай-яй-яй. Какой момент был сейчас у Павла Бурея. Не успел Валерий на добивание. Шамнов. Прекрасный бросок. Здорово сыграл. Ну. Это две минуты. Это две минуты. Это две минуты, но я не вижу поднятой руки. Мак Рейли, он посчитал, что одним удалением в первом периоде можно ограничиться. Знаете, вот у меня такое ощущение, что совершенно другой игровой тонус у наших ребят. Вот сейчас пока в эти первые минуты, ну как первые, уже 10 минут отыграли. Видимо, и совсем другой настрой, нежели на матч с Белоруссией. И, конечно, понимали подспудно, что белорусы команда мастеровитая, хорошая, пробилась в квалификационный турнир. Но не более того. Друри. Лич. Нет. Гончар. Не очень удобно оставил Сергей под бросок шайбу. Олег Кваша там был. Просил шайбу Твердовский, а получил ее Кейт Ткачук. Вне игры. Вне игры Челиос. Вот и говорят, Челиос к 40 годам потерял скорость. А он раньше всех оказывается в зоне. И раньше шайбы тоже. Ну, откровенно говоря, конечно, мы все очень опасались, опасались сегодняшней игры. Потому что вчера команда Америки была просто прекрасна. Прекрасно выглядела. Не знаю, как сегодня пойдет, но во всяком случае сейчас мы где-то имеем даже территориальное преимущество. Самсонов не смог отдать точную передачу на Датсюка. Мадана. Нет, так просто от Даниила Маркова не уйти. И хорошо вышла шайба из зоны. Челиос. Сатор. Посмотрел Марков, кто там. А там в него спокойно врезался 28-й номер Адам Дедмарш. И прессинг, прессинг в средней зоне на рубеже синей линии. Очень правильно. Йорк. Вот ответ. Ответ от Гончара, пожалуйста. Получите и распишитесь в получении. Теперь и Гончар. Афиногенов. Хороший бросок. Хлестки так с кистей, с угла. Смена состава по ходу встречи. Практически без остановок идет матч. Да, вот. Обратите внимание. Очень быстро. Очень быстро. Темп хороший такой. Боевой темп. Обе команды поддерживают. Бура. Хорошая была атака. Ох, дух перехватила. Отличная атака была. Жамнов и Буре. Валерий Буре выведен был на завершающий бросок. И бросал-то хорошо, но... Миронов. Фавел Буре. Прекрасно воротарь сыграл. Прекрасно. Здорово, Рифтер. Ну и Миронов. Очень точно бросил по воротам. Вот давайте посмотрим сейчас. Комбинация была хорошая. Очень хорошая. Успел переместиться. Здорово. Положил щитки на лед. Гаспаратис потерял шлем. Надо покидать площадку. Миронов. Старь, Старь. Беклер. Малахов тут. Против него играет. Яшин. Ай-яй-яй. Чуть-чуть нерасчетливо Алексей сделал перелячину партнера. Провалился Твердовский. 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 Ковальчук. Поки. Вот хороший момент для контратаки. Чрезвычайно опасны вот эти вот диагональные прострелы в зону, когда любой может подставить клюшку из тех, кто оказывается впереди защитника. Там ведь достаточно буквально одного сантиметра преимущества. Кровчук. Игорь Кровчук. Опытнейший мастер. Олимпийский чемпион. Заменил в составе сборной команды России Дмитрия Юшкевича, который получил травму. А мы смотрим неприятный момент, когда Леклер и Хабибуллин успел плечо подставить. На неприятной очень высоте шел бросок. Ренник. Ох. Хитро было задумано Джерем Ренником. Марков прижал американца. Как ткачу! Успел Марков перекрыть полет шайбы. Две минуты. Ай, Татюк! Поднята рука вверх Макрея и две минуты удаления. Официальный партнер сборной России по хоккею – группа «Альянс». 28-й номер Адам Дэдмарш. Я, правда, не заметил, что показал арбитр. За что? За зацеп. Зацепил клюшкой, да? За задержку. Да. Адам Дэдмарш. 75-го года рождения. Король из Лос-Анджелеса. И вот в меньшинстве. Ой, как неудачно отбил сейчас Хабибуллин шайбу. Американцы опаснее атакуют, когда играют в меньшинстве. Вы заметили? Научили вы их на свою голову в 73-м, в 72-м году забивать в меньшинстве, Александр Сергеевич? Очень трудно наши ребята входят в зону. Ну вот Буре словно услышал ваши слова. И теперь надо встать спокойно, разыгрывать. Ажамнов там отвернулся не вовремя от шайбы, что называется. Ну там, правда, еще рикошет был от клюшки. Ларионов. Игорь Ларионов. Двукратный олимпийский чемпион. 1984-го года в Сараево и 1988-го в Калгари. Тогда он играл в одной пятерке вот с человеком, которого вы только что видели на своих экранах, с Вячеславом Фетисовым. Вы знаете, мы вот с Александром Якушевым перед началом этой встречи просматривали кое-какие старые исторические, так сказать, записи, архивы. И с удивлением обнаружили, что со сборной команды США за время, прошедшее после Олимпийских игр 1980-го года, на Олимпиадах мы встречались с американцами всего лишь два раза. В Калгари в 1988-м году, когда выиграли со счетом 7-5, и что приятно отметить, две шайбы в том матче забросил в ворота соперников никто иной, как Вячеслав Фетисов. И 5-2 был результат в Альбервиле в 1992-м году. Сергей Федоров молодец, отработал хорошо очень, достал. Ну вот, поднята вверх рука, и, по-моему, Федоров и отправится сейчас. Отбывать нарушение. Кого? Удаляет Макрэй? Нет, это наш капитан Игорь Ларионов. Ларионов получил небольшую травму. В тренировке у него рассечена верхняя губа, но... Не очень страшные повреждения. Миронов, Николишин, Жамнов и 23-й номер сборной. Малахов. Владимир Малахов. Еще один олимпийский чемпион 1992-го года. Вот Хаусли тут опасно подкрался. На точку Первухина, как ее называли в свое время поклонники московского «Динамо». Вышла шайба, вышла, совершенно верно, шайба покинула пределы зоны обороны сборной России. Вот, давайте посмотрим. Покатилась, покатилась и совершенно справедливо. В том пути прикрыл ее. Клюшечкой, дескать, не заметит. И спокойно, спокойно, совершенно Алексей Яшин правильно делает. Выбрасывает шайбу из зоны. А я, знаете, Александр Сергеевич, обращаюсь к моему партнеру по сегодняшнему репортажу, Александру Якушеву. В таких ситуациях, когда команда, находящаяся в меньшинстве, игрок одной из команд выбрасывает. Сейчас посмотрим, чем закончится эта атака. Опасный какой момент был. Да, опасный, очень опасный момент. Копибуллин, молодец. Не дошла шайба сейчас до голкипера, и слава богу. Лич. Гирин. Выбросить, 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 да. Да, спокойно. Так вот, я все время вспоминаю ситуацию, которая была чуть ли не в финальном матче 1972 года между сборными командами Советского Союза и Чехословакии, когда Евгений Мишаков, когда команда играла в меньшинстве, подхватил шайбу на крюк и совершил с ней чуть ли не круг почета. Помните такое? Да, было такое. Вот так вот убивали время настоящие мастера, играя в меньшинстве. Ну что, дорогие друзья, закончился... закончился первый период, 0-0. Официальный партнер сборной России по хоккею – группа «Альянс». Преобладают майки с фамилией Яшин. Не знаю, может быть, майка Буре просто намного дороже. Мне казалось, что майк с фамилией Буре должно быть больше. Ну вот, Николай Хабибуллин – 6 из 6 отраженных бросков. И майк Рихтер – то же самое. Те же показатели в течение первого тайма. Невероятное шумовое оформление. Вот пошла как раз сейчас надпись «Нойз». То есть шум, транспаранты, опять подняты вверх. И болельщики, как по мановению волшебные палочки, как ручные кричат, аплодируют, галдят, шумят. Но я думаю, что сейчас Владислав Третьяк на ваших экранах. Трехкратный олимпийский чемпион. Тут недавно довелось прочесть такую информацию, что Крис Челиос, посмотрев игру Доминика Гашика, воскликнул, что это самый великий вратарь всех времен и народов. А мне подумалось, что, наверное, просто Челиос не видел, как играл Третьяк. Итак, начинается второй период встречи сборных команд России и Соединенных Штатов Америки. Теперь справа от нас ворота, которые защищает Николай Хабибуллин. Слева ворота команды Соединенных Штатов, в которых стоит Майк Рихтер. Малахов отбил шайбу. Первая пятерка Жамнов и братья Буре. Осторожно, осторожно! Малахов и Борис Миронов у нас в защите. Смена по ходу встречи. Федоров, Павел Буре пока остался на площадке. Мадана вошел в зону, но там было уже вне игры. Это Тони Амонте. Поспешил. Чикаго Блэк Хоукс. Тони Амонте. Одиннадцатый номер. А это тринадцатый номер команды Билл Герин из Бостона. Нельзя было входить в зону. Вот сейчас неточную передачу. Аля Павлату и какую-то передачу сделал Марков. А Федоров, в принципе, набрав ход, мог выйти на хорошую позицию, как сейчас. И не успевает на добивание Самсонов. Ну что, неплохая атака была сейчас в исполнении наших ребят. Да, да. Желательно, чтобы еще побольше все-таки надо задержаться в зоне. Очень быстро после броска команда теряет шайбу и уже идет атака на наши ворота. Проброс. В зоне Рихтера сейчас будет шайба выбрасываться. И по правилам Международной хоккейной лиги Алексей Яшин должен первым положить клюшку на лед. Так оно и есть. Он представитель атакующей команды. Не вышла шайба из зоны. Ну вот только теперь. Кваше не нужно было сейчас цеплять Леклерка. Взорвались трибуны. А, честно говоря, у меня чуть... Сердце не выскочило. Ну зачем же поспешил Ковалев? Такая хорошая была атака. Ну тут легкое выяснение отношений. Кваша. Это отголосок той ситуации, когда я сказал, не надо было Кваше цеплять Леклера. Там не было, собственно, ничего такого, что могло вызвать действия, толкающие к нарушению правил. Ну вот здесь случилось из-за того, что Кваша после свиска бросил. Да, да, да. И это тоже, да. Датсук Ларионов Афиногенов. Три-два. Опасно, опасно, опасно очень. Ну повезло, честно. Брасок не получился. Брасок из нападающей не получился. Ну а сейчас то же самое Афиногенов. Тоже была неплохая позиция для броска. Не такая, конечно, хорошая, как у американца. Павел Буре. Оставил шайбу Жамнову. Она как-то по странной траектории отскочила от крюка. Балахов. Вот хороший пас. Ох! Жалко, что не принял Валерий Гуре этот пас. Выходил бы один на один. Вот пришлось объезжать Сергея Федорова. А в это время партнер затормозить не успел. И по инерции вкатился в зону. Вот давайте смотрим этот момент. Гуре неплохо очень бросил. Вверхом в дальний угол. Но плечом. А это уже... А не получился-то бросок. Потому что все-таки клюшку подставил кто-то из наших. Лишний был пас. И не очень удобный был, главное. Мадана. Челиос. Вот Сергей Федоров, который всегда умел хорошо защищаться. А после того, как Скотти Боуман вынужден был поставить его в защиту, вы знаете, по-моему, временами Федоров излишне много времени проводит в обороне. Ну и что? Поднятая вверх рука арбитра отвечает на мой вопрос. Ну и что? Удаление. Удаление Ильи Ковальчуга. В зоне атаки, конечно, совсем не обязательно удаляться. Совсем не обязательно. Один вопрос. В зоне своих ворот защиты. Ну конечно. Когда бывает опасный момент создается. Вот смотрим. Ну... Ни к чему, абсолютно ни к чему это удаление. Ну что это, молодость или просто вот... Ну это, да, молодость, не хватает опыта, безусловно. Вот такие вот решения. Неоправданные. Абсолютно неоправданное удаление. И по удалению мы сравнялись с американцами. Вот это. Американцы пытаются выйти из своей зоны. У нас на площадке Малахов, Миронов, Жамнов защищается и Николишин. Ну Николишин регулярно выходил. И когда первое удаление было Николишин... Николишин, ну что, еще одно удаление у наших? А это уже опасно. Вот это уже опасно. Спонсор трансляции зимних олимпийских игр. Кия Автотор. Ну давайте посмотрим, да. Затолчок руками. Владимир Малахов. Минуту 28 будем играть. Минута 28 в трое. Испытание достойное финала 76-го года, а? Да. Похоже, похоже. Тогда была минута 30. Две минуты ровная. Две минуты ровно втроем? Две минуты ровная, да. Не бегать, не бегать, не бегать Николишин. Накрыть, накрыть. И все-таки протолкнул. Вот цена удаления. Двух необязательных удалений. Неоправданных, неоправданных. Абсолютное удаление. Да, трудно себе представить, дорогие друзья, что творится здесь, в Е-центре, в Солт-Лейк-Сити. А у нас еще минуту 18 играть в меньшинстве. Абсолютное удаление. Знаете, в этом шуме невозможно было даже расслышать, кто из американцев забросил шайбу. Вот то, что Рафалский и Лич ассистировали, а вот кто там добивал на пятачке. Вот если нам еще раз покажут, мы, конечно, увидим. Выбросить, выбросить. И на смену. Сатар. Рафал. Испорайтесь, молодец. Мужественно очень лег под шайбу. Проброс Вот Брэд Халл прекрасную передачу сделал партнеру Раньше времени положил щитки на лед Николай Хабибуллин И у него в результате оказался абсолютно голым угол Это увидел боковым зрением Брэд Халл Что у него справа партнер и прекрасную передачу сделал под бросок Кейт Качук показывает нам автор гола Вот еще повтор идет, повтор идет Да Ну вот здесь неприятные два рикошета, понимаете, два рикошета Трудно сказать, что тут вообще я не стал бы записывать, конечно, ни Лича, ни Рафалски в ассистенты Но уж Сначала от клюшки нашего игрока, а потом еще и от конька Доволен Херб Брукс, естественно Думаю, на его месте любой из тренеров был бы доволен Собрали сейчас арбитры Щепки, которые отскочили от клюшки сломанной Десятитысячный и центр заполнен практически до отказа Ну где-то, может быть, несколько мест проблескивает Ну вот максимум, наверное, кресел десять можно насчитать, пустых Колоссальный интерес вызвал этот матч Ну и надо сказать, что он оправдывает эти ожидания болельщиков Несмотря на то, что наши пока проигрывают Сказать, что матч неинтересный язык не поворачивается Буре Вошли в зону Оставил шайбу брату Павел Гончар Ой, какой момент Рукой, рукой бросал Ну вот Это Сергей Гончар там, да? Да Давайте посмотрим Еще раз Да Комплекс Марадоны, он и в хоккее жив Лорионов выиграл вбрасывание на Кравчука Не разбил вы Уверенно ловит, уверенно ловит вратарь Ну Марков как из-за синей линии бросил О, а это на трибуне Леночка Бережная Олимпийская чемпионка В парном катании Елена Бережная и Антон Сихорулидзе Правда, вот я не вижу Антона Сихорулидзе рядом с ней Но тут и Алексей Мишин Заслуженный тренер Советского Союза Тренер Алексея Ягу... Прошу прощения, Евгения Плющенко Нет, нет, там без нарушения правил Очень жестко, но очень чисто В отличии, к сожалению, от тех моментов Когда мы остались в меньшинстве И пропустили шайбу Афиногенов Как Рихтер сыграл сейчас Но я не знаю, фарт ли это или что Он перемещался уже в момент броска Ну, не хочу обижать вратаря И говорить о том, что шайба нашла щиток Но, по-моему, это было так Опять не играет Да, Андрей Ковалев Алексей Ковалев Андрей Коваленко Да, вот Афиногенова проход А это уже Дариус Каспарайтис По диагонали туда в расчете На то, что Ковалев успеет к шайбе Ковалев-то к шайбе успел А вот помочь Ковалеву Гончар Сатор и Ковалев Вот опасно Гончар очень удачно подключился Но, к сожалению, не смог Переиграть Рихтера А момент был прекрасный Каспарайтис в сторону ворот Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот Удаление, удаление Показывает арбитр Вот стоило этому звену Чуть-чуть задержаться в зоне И сразу уже американцы Делают удаление Быстрая, быстрая перепасовка Очень быстрая перепасовка Хорошее перемещение было Всегда Всегда канадские тренеры говорили о том Что им не хватало В отличие от сборной команды Советского Союза Такого быстрого паса Быстрого перемещения Быстрой мысли на льду Вот как только вот эти элементы Советского хоккея В действии оказываются Тут же не справляются с ними американцы Надо бить их нашим оружием Хотя в общем-то сегодня И мы столько взяли от канадского хоккея И они от нашего От североамериканского хоккея Будем так говорить Постольку, поскольку Сегодня на льду сборная команда США Федоров Проскочил Олег Твердовский мимо шайбы Раскатились, раскатились Прошел в зону Ну и встали, встали в зоне Самсонов Твердовский Вторая ошибка Олега Твердовского Безобидной ситуации Не выбросили Пока не получается у нас игра в большинстве Смена, смена Напрашивалась смена И вот она Жамнов и два буре Валерий Жамнов Малахов Миронов просит шайбу Кто только сейчас ее получил А бросать-то уже было Миронову Неудобно Подбросок Нет, это не бросок Чтобы поразить ворота Рихтера Малахов должен был И точнее Наши тренера Решили, что Не следует Наверное Делать Игру в большинстве Из разных троек Из разных троек Варьирование состава Поэтому играет уже Более-менее Наигранными Сейчас В частности Извини Звенужамнова Опасный момент был Продолжается он Продолжается Не вышла шайба из зоны Вот только сейчас Амонте И перехват Чуть-чуть неточный Борис Миронов Проехал мимо шайбы Чуть-чуть Неудобно было уже Принимать Ему дали немножко вперед Ему неудобно было Поэтому Не сумел он Завершить атаку А комбинация была Прекрасная Вот давайте Смотрим еще раз Вот Он даже наверное Не дошел Чуть-чуть до шайбы Вот такой опасный момент 2-1 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Абсолютно раскрыл Открытый хоккей пошел Уже раскрылись команды Так что По-моему Ни о какой обороне Не помышляют В течение По крайней мере Вот в течение Вот этих Нескольких минут 14-я минута Заканчивается Второго периода Пока американцы Впереди 1-0 Федоров Хорошая передача Ковальчук Не получился бросок Сейчас у Ковальчука Но какую передачу Сделал Федоров Рибок Спонсор трансляции Зимних Олимпийских игр Вы знаете Обычно Вот в такой позиции Обычно Илья бросает Или в дальний Верхний угол Или Между щитков Здесь он бросил Низом В дальний угол И вратарь удачный Сыграл Но какую передачу Сделал через Передача была прекрасная Через все зоны Давно мы таких пасов Не видели Знаменитый первый пас Сборной Советского Союза Вот Воленс Не Воленс А ассоциации Такого рода Приятные ассоциации Возникают постоянно А вы заметили Американцы Практически Правила Отмена красной линии Не пользуются Они все время Получают пас До красной линии Все время Это вот то О чем мы с вами говорили Перед началом Сегодняшней встречи Когда В матче сборных команд Не могут они к этому Привыкнуть Когда в матче Сборных команд Швеции и Канады Мацунгин Получил передачу На рубеже Синей линии А канадцы Канадские защитники Находились в таком Оцепенении Легком Как будто считали Что сейчас должен Прозвучать Свисток арбитра Но это наверное Все-таки Трудно перестроиться Конечно Трудно перестроиться Брэд Халл был На ваших экранах Только что А это Тринадцатый номер Сборной команды Билгерин Федоров На точке Вбрасывания Выиграл Проиграл Точнее Вбрасывание Брайану Ролстону Ролстон Вчера открыл счет Кстати В матче Сборных команд Соединенных Штатов И Финляндии До середины Второго периода Игра была Ну если не равная То по крайней мере Равным был счет На табло 0-0 А вот потом Ролстон Распечатал Ворота Нурменина Игорь Ларионов Владимир Владимирович Юрзинов Сергей Гончар Жамнов Братья Буре Малахов И Марков Малахов И Миронов Прошу прощения Удаление Получите Джон Леклер Две минуты Вот в футболе Например За такой За похожий Отброс мяча После свистка Точно была бы Желтая карточка А вот Хал взял И швырнул Шайбу После свистка Расстроенный Что его Партнер Сейчас отправится На две минуты Уже отправился Это Джон Леклер И взял Хал так От всей дури Как говорят Дал по шайбе Олег Твердовский Неточность Ковальчук Ну спокойнее Спокойнее Расположится В зоне Показывает Квердовский Кому шайбу отдать Ну Ну добить Ну нет Нету Никого Нету Перед воротами Никого Он все видит Вратарь Самсонову Надо было Располагаться Не сзади ворот Ожидая передачи Зачем ему там Надо было А Барражировать Перед Рихтером Мешать ему Безусловно И снова Замнова На поле Не устроил бокового Лайнсмена Мадана в роли Без-за-ви Жамнова Меронов Упустил Валерий Буре Не терять здесь На синей линии шары Малахов Неплохо Гол Отлично Валерий Буре Прекрасная передача Малахова и Валерий Буре Сравнивает результат 17.08 на табло А чуть пониже Две очень хорошие цифры 1-1 Двадцатый номер Сборной команды России Младшие избратьев Буре Ну вообще ощущалось Что должны забить Потому что Вот когда я сказал Добить Я имел ввиду Не добить Шайбу в ворота Потому что она уже Не была в непосредственной близости А добить Что называется Врага в его логове Ну уж не настолько я кровожаден Но уж Ой-ой-ой Штанга Расслабляться нельзя сейчас Не нам здесь На комментаторской позиции Не естественно Игрокам на площадке Опасно Опасно Брэд Халл Хорошо Каспарайтис Яшин Фирменное смещение Алексея и Яшина В центре Бросок из-под защитника Поти Пятый номер Сборной команды США Том Поти Защитник из Эдмонтона Его бросок пришелся К штангу Сдвинуты ворота Майка Рихтера А это по-моему нам в профиль Сейчас вот перед этим Такой Бородкой И в очках Показывали тренера Сборной команды Украины Богданова Ну По крайней мере Такой был разворот лица Что Мне показалось Что это Богданов Может быть я ошибаюсь Афиногенов Хорошо держит Хорош Максим Это Самсонов А это Самсонов 14 номер Прошу прощения Максим Афиногенов 61 61 номер Да Но они такие Похожие Друг на друга По манере Нет у них Разный хват клюшки Хват клюшки может быть А вот рост и Фактура Показывает нам момент Когда удачно очень сыграл Николай Хабибуллин Билгерин Бросал поворотом Буре Нет в ней игры Жамнов А я слышу Родное До боли Знакомое Шайбу Шайбу Здесь В центре Солклейк Сити Вот Алексей Жамнов Бросок Поворотом Вот то Чего не хватало Да Вот той комбинации Я обращаюсь к Александру Якушеву Вот Буре сейчас Все сделал для того Чтобы помешать Рихтеру Увидеть и момент броска И помешать ему Принять шайбу И сам чуть было Не успел на добивание Да Видимо Тренеры дали уже Наверное Сделали замечание По этому поводу И наши игроки Стали появляться Перед вратарем Противником Непривычно Непривычно видеть Вячеслава Фетисова В очках Хэрб Брукс Одно золото В шестидесятом он уже выиграл Нацелился на второе Малахов неудачно шайбу Передавал партнеру Жамнов Спокоен Спокоен Ни к чему Абсолютно Удаление Миронов Борис Миронов Ну да Зацепили его здесь А вот Зачем Мы шайбой владеем Зачем это удаление У нас шайба Необъяснимо Наверное Ответа на этот вопрос Не будет никогда Опытный игрок Чем руководствуется хоккеист Когда нарушает правила Вот в такой безобидной ситуации Нужно бросать Нужно бросать Нужно бросать И что Закончился второй период Дорогие друзья Мы увидели во втором периоде В отличие от первого Забитые шайбы Увидели и в ворота Николая Хабибулина И Майка Рихтера Я обращаюсь к Александру Якушеву Для того чтобы Наш двукратный Олимпийский чемпион Дал свое резюме Второму периоду Ну первое Что надо конечно Безусловно Подправить Игровую дисциплину В нашей команде Я имею ввиду Я имею ввиду Удаление Неоправданное Абсолютное удаление Раз Второе То что мы В общем Перехватили инициативу Во втором периоде Игровую Это хорошо И по броскам Уже впереди намного 10 У американцев 23 у нас Вот единственное То что Я сначала сказал Это Исключить удаление 5 на 5 В общем то Мы Владеем инициативой И Нам Мы играем в свой хоккей Конечно Нам это выгодно Ну что дорогие друзья Я Благодарю Александра Якушева За резюме А я хочу Предложить вам Сейчас переключиться На нашу студию В пресс-центре Олимпиады Где Мы ждем Появления Нашей олимпийской Чемпионки Ольги Пылевой Да Григорий Спасибо Действительно Мы ждем появления Здесь В нашей студии В Сотлэк Сити Олимпийской Чемпионки Ольги Пылевой Которой своей Блестящей победой На дистанции 10 километров Гонки преследования Выиграла для всех нас Такую долгожданную Четвертую Золотую медаль Мы ждем Ольгу Пылеву В этой студии А сама Российская спортсменка Находится буквально В двух минутах ходьбы От офиса российского телевидения На Олимпик Медал Плаза Где в эти минуты Выручают Олимпийские медали Чемпионом 19-х зимних игр В Сотлэк Сити И у нас есть возможность Показать вам Церемонию награждения Олимпийской чемпионки Ольги Пылевой Итак На ваших экранах Трио победителей Сегодняшней гонки Преследования 10-ти километровая дистанция И бронзовый призер На В этой гонке Ирина Никульчина Биатлонистка Из Болгарии Очень долгое время Ирина Никульчина Лидировала В этой гонке Но обидные оплошенности На последнем огневом рубеже Позволили ей Занять Третье место Олимпийская чемпионка В спринтерской гонке Катя Вильхельм Нам покажут ее Через некоторое время На этой дистанции Завоевала Серебряную медаль Это Ирина Никульчина Самый большой успех В жизни болгарской Биатлонистки Катя Вильхельм Спортсменка из Германии Которая стартовала Под первым номером Гонки-преследования Сумела здесь филишировать Второй Совершенно невероятным Финишным рывком Ольга Пылева Опередила Биатлонистку Из Германии У Катя Вильхельм Это вторая Награда Здесь на Олимпийских играх В Солт-Лэйк-Сити После победы На спринтерской дистанции 7,5 километров Она выиграла серебро В гонке-преследовании И Золотая медаль 19-х зимних Олимпийских игр Такая важная И такая долгожданная Для всех нас Ее получает Ольга Пылева Судьба словно Благоволила ей В сегодняшний день Вы помните Как досадная осечка На последнем огневом рубеже Не позволила Ольге Выиграть в индивидуальной гонке На дистанции 15 километров И вот здесь На Олимпийской площади В Солт-Лэйк-Сити В присутствии 20 тысяч В присутствии Наверное всего мира Потому что Телекамеры всех стран Показывают этот Волнительный момент Ольга Пылева 26-летняя спортсменка Из городка Бородино Что под Красноярском Получает Золотую Олимпийскую медаль Двукратная чемпионка мира В эстафете Выигрывает самое большое Самодерживает Самую большую победу В своей жизни Олимпийское золото Я поздравляю всех вас Дорогие друзья Это действительно Самый настоящий подарок Подарок Который Преподнесла нам Эта хрупкая Россиянка Которая не оставила Никаких шансов Сегодня В биатлонной гонке Преследования На дистанции 10 километров Медамы и миссию В биатлонной гонке В биатлонной гонке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Галкипер Сборной команды Соединенных Штатов Америки И следует сейчас напомнить Что мы минуту 43 Будем играть в меньшинстве Кейт Ткачук Кейт Ткачук Сент-Луис Блюз А это Валерий Буре Билл МакКрей Уже В центре поля В центре поля Лич А с рукой Неплохо по-моему Арбитр проводит встречу Видимых нарушений Не допускает Да Четко Фиксирует все нарушения Все удаления Претензий Наверное Ни у Какой команды Не должно быть Самое главное Как говорится Не допускает Систему двойных стандартов В трактовке правил Как положено Так и судит Не дает выйти Шайбе из зоны Наш игрок Ох От души Марков приложился Кто его в Спартаке Так учил бросать Поворотом Но он сначала Был в другом клубе Потом уже Спартак перешел Значит уже пришел С таким броском Нет Не думаю Наверняка уверен Что только в Спартаке Так учится бросать Это Андрей Николишин Что показывает Удаление Нет Судя по тому как Недовольный За задержку Отбросил шайбу Американец удаляется Так оно и есть Очень четко Очень четко судит Скотт Янг Херб Брукс На ваших экранах А тут у нас На большом табло Регулярно Показывает Лену Бережную Она просто не сходит С экрана Во всех паузах Самсонов Твердовский Самсонов Вновь Твердовский Но надо кого-то Выводить на бросок Твердовского Нет Ну что Записали Гол 2-1 Илья Ковальчук Илья Ковальчук 71 номер Сборной команды России Выводит свою команду Вперед Вот так вот А сбываются ваши слова Александр Сергеевич По поводу того Что забиваем В большинстве А Скотт Янг Удаленный И получите 2-1 А не Федоров ли? Давайте посмотрим Еще раз Но с этого плана То никак не видно Да Это Сергей Федоров 91 номер Сергей Федоров А по большому Счету Какая разница Сергей Федоров Илья Ковальчук 2-1 Наша команда Впереди Хаусли Хаусли Оп опасно Мадана с разворота Марков Борис Борис Давно я не слышал Вот Сергей Федоров Давно не было Звено Ларионова Да 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 Потому что они не играют Ни в большинстве Ни в меньшинстве Как раз последние минуты Все были То наши были в меньшинстве То американцы Ну что сплав молодости И мастерства И опыта Илья Ковальчук Павел Павел Дацук Спокойно Спокойно Ну шайба-то вышла 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 Это не баскетбол Который так любят В Соединенных Штатах Крис Челлиус Не Майкл Джордан Хотя наверное Можно было бы сказать Майкл Джордан Не Крис Челлиус Просто Крис Челлиус Тоже немалого добился В хоккее Валерий Буре Автор первой шайбы Шамнов Уже по инерции Миронов и Малахов Откатывались От синей линии Джереми Ренек Ренек Нет, нет, нет Спокойней Спокойней только И внимательно главное Молодец Валерий Буре Доработал ситуацию Эпизод до конца И поехал меняться Федоров Опасно Ох, Рихтер Рихтер после броска Твердовского Это несколько лет назад Когда Олег Твердовский Уезжал из Крыльев Советов Там на Сетуне Я просто живу в этом районе Я видел болельщика команды Крыльев Советов Который плакал И говорил, что Ну, плакал Вот действительно Это был пожилой Пожилой человек Который говорил Олег Твердовский Я, говорит, плачу от того Что команда Крыльев Советов Лишилась такого защитника И от того, что он не будет Больше выступать в России Это было действительно На моих глазах В то время Когда команда Крыльев Советов Волочила Совсем жалкое существование Да, сегодня Олег Один из Какой опасный момент был России Мне вообще, по-моему, противопоказано Отвлекаться на какие-то Дополнительные Воспоминания Потому что тут же возникают Опасные моменты у наших ворот Брэд Халл Знаменитый сын великого отца Но была бы засчитана эта шайба От конька Потому что не было движения Да, он не играл ногой Да Потому что вот в первый момент Когда этот Первый раз, когда этот момент мы видели Настолько динамично все было Не очень было понятно Было там движение ногой или нет Но здесь-то видно Была статика абсолютная Брасывание в зоне Майка Рихтера 6 минут 17 секунд На табло Сыграно в третьем периоде Гончар Яшин Алексей набрасывал шайбу туда Где должен был быть Кваша А Квашу Челиус От шайбы-то оттеснил Ой, какой опасный момент Мне показалось, что попал по лицу Каспарайтису Сейчас Задел, задел, задел его А Каспер привидение он не любит Когда его дергают Он может действительно Применить силовой Давайте посмотрим этот момент Да нет Это Не думаю, что Это произошло случайно Да, мне тоже показалось, что это было умышленное Движение со стороны американца Майк Рихтер Один из самых высокооплачиваемых Ну, вратарей-то точно 6 миллионов его Зарплата Набрал скорость Павел Дацук Нет В пределах правил его Встретил Рафалский Марк Рафалский Ролстон Валерий Буре Жамнов Хорошо И бросок Вернулся назад Алексей Жамнов Играет с Малаховым Спокойно, спокойно только Вот сейчас, когда американцы На мой взгляд Излишне активно встречают Наших в зоне Может быть Попытаться воспользоваться тем Что они раскрываются Сильнее Вот длинными передачами Как сделал Сергей Федоров Во втором периоде Когда бросил в прорыв Илью Ковальчука Чтобы это сделать На хорошее открывание То есть предложение Ну, конечно Но я просто говорю о том Что американцы Они сейчас чаще Пытаются атаковать Наших защитников И тем самым просто Раскрываются лучше Я думаю, что Вячеслав Фетисов И Владимир Юрзинов И Без моих подсказок Обратят внимание Ребят На это Ну, вы все видели сами Оставили одного Непрекрутого игрока На пятачке Первый такой промах Неприятный в защите И Вот хорошая Должна быть Контратака Бросать будет Ох, Рихтер Ой, Рихтер Я бы поаплодировал Майку Рихтеру Прекрасный бросок Был Яшина Давайте посмотрим Нет, нам другой момент Показывают Опасный момент Возле ворот Хабибулина Когда Николай Блестяще отыграл Два броска подряд Ну, первый-то был Может быть Не очень опасный А второй-то Когда он уже был На коленях Дацук С разворота Проброс Проброс Альянс Вбрасывание сейчас будет В зоне Защиты сборной команды России В зоне Николая Хабибулина Выиграли наше вбрасывание И вывести шайбу из зоны А какая неточность Не видит шайбу Николай А все началось С неточного паса Бориса Миронова Небрежно очень сыграл Повнимательнее Повнимательнее надо В таких моментах Это дополнительные эмоции Схватился за голову Джереми Рёник Вот после того, как Этот момент Вот он, Джереми Рёник Чуть правее был На ваших экранах И немой вопрос Застыл в его глазах Как шайба могла Не попасть в ворота Вот правильно сейчас делает Фёдоров Он пытается на дальних рубежах Встречать американцев Прессинг не любит никто Но вывести шайбу из зоны Ну, Самсонов Хорошо Хорошо, Колодчук Две минуты Нет, нет Не показывает Не показывает Макгрей Может, мы рано его похвалили, а? Да, перехвалили, по-моему И Олег Кваша сейчас Ведет беседу С Биллом Макгреем Кваша Сергей Гончар Последний Минут 5-6 Упустили инициативу Канадцы Американцы Игра на нервах Да, да, да Абсолютных нервах Пошли уже вперед Но американцы понимают Что им терять нечего сейчас Здесь Очень надо строго сейчас сыграть Очень строго Большая доля ответственности Конечно, сейчас Большая доля ответственности Сейчас лежит на наших Защитниках На опытных защитниках На Миронове На Малахове На Каспарайтисе Вошли в зону Там за воротами Рихтера Идет борьба Активная И потеряли шайбу Потеряли шайбу Яшин Марков Проходит по краю Даниил За воротами Там Лич его встречает Марков остается Шайвой Ах, на Ковалева Была передача Это Николишин Делал передачу На Ковалева И смена состава Быстро, 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 быстро Развину Ларионова Афиногенов А это седьмой номер Вышло Ткачук Вышла шайба из зоны Вышло Рафалский Можно не дискутировать С арбитром Давайте посмотрим Ну Не знаю На усмотрение арбитров Как говорят В такой ситуации Малахов Ждет пока партнеры Раскатятся Жамнов Малахов Ну Как же можно делать Такую Неверную передачу Да Ты последним защитником Это что-то было просто сейчас Что-то из детского хоккея вообще Братья Буре Пытаются Помешать американцам Развить атаку Леклер А удалось это сделать Борису Миронову Хабибуллин Твердовский Не вижу К сожалению Против кого Это против Павла Буре Был применен Силовой прием Здесь у нас Внизу Под комментаторской позицией Сергей Федоров Там Ввязался в борьбу На помощь Твердовскому Пришел Нет 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 Хабибуллин Видел эту передачу Ну что мы В меньшинстве Что ли играем Прижались к воротам Раскатились Раскатились Ковальчук Шайбу требуют Наши болельщики Шайбу Мадана Майк Мадана Один То о чем Мы с вами говорили Что американцы Перехватили Последние минуты Инициативы Брэд Хал Брэд Хал Да Да Прижались наши Защитники К воротам Вместо Вместо того Чтобы активно Играть На перехвате Скандируют Трибуны USA А все Сделал По большому счету Майк Мадана Который Прошел Вдоль синей линии Наверное В большей степени Все сделали Наши защитники Которые Позволили Такую ситуацию Создать Возле ворот Николая Хабибулина Его-то вины В этом голе Не было Абсолютно Никакой Брэд Хал Бросал Незащищенный Угол Вот давайте Посмотрим Из-под конька У нашего Защитника Выцарапал Шайбу Хал Шамнов Миронов Шамнов Но надо Ответить Достойно Малахов В зоне Американцев Шайба Валерий Бурет Дэдмарш Какой мощный Бросок Был В дальний От Николая Хабибулина Угол Ворот Смена Составов Федоров Появился На льду Везет Сегодня По-моему Нашим Игрокам Валерий Бур Сначала Дарьус Каспарайтис Был лишен Шлема Теперь Валерий Буре Шайба Вышла За пределы Площадки И Вбрасывание В средней зоне Джереми Рёник Джереми Рёник Хоккеист Из Филадельфии Флайерс 32 года Этому Прекрасному Форварду Самсонов Фёдоров Подбросок Твердовскому А тот Оставляет Шайбу Фёдоров Фёдоров Пытался Найти Там На пятачке Сергея Самсонова Вот тут Сейчас Самсонов С шайбой С разворота Ковальчук Там Вёл Борьбу На пятачке Очень хорошо Выведут Американцы Шайбу Из зоны Ткачук К ней не успеет Это Марков Неплохая Неплохо Было Задумано В направлении На Илью Ковальчука И Вбрасывание В зоне Сборной Команды России Николай Хабибуллин Тут параллельно Демонстрируют Кадры из фильма Храброе сердце С Мелом Гибсоном Видимо Это своего рода Такой Хороший раздражитель Для американцев Только при чём Тут шотландские Народные войны И хоккей Трудно сказать Хал Во втором периоде Фамилию Хала Я практически Не называл А он Вот Пожалуйста Ковалёв У меня такое подозрение Что У Билла МакКрея Существует Какой-то лимит По удалениям Вот он его выработал Хабибуллин На месте Он его выработал Этот лимит И больше Никого не трогает Николай Хабибуллин Опять тут с экрана К чему-то призывают Дрители Они опять взрываются Воплями Криками радости Николишин Вместо Валерии Буре вышел Женя Замнова Да, но Николишин выходил В основном Только когда Команда играла В меньшинстве Новые сочетания Пробуют Нет, нет Вот снова вышел Валерий И он просто задержался Андрей Николишин Ткачук А хорошо Встретили Ткачука Малахов Встал Как Мал Как Малахов Курган Вывели шайбу Американцы Из зоны Ряник Ищет партнеров Хорошо Хорошо Ну Твердовский Провели смену Самсонов с партнерами Валерий Буре появился Остался еще на площадке Ах Не точно Скак Нет, нет, нет Федоров не видел Куда отдавал шайбу Проброс Проброс сквозь зоны Дорогие друзья Между прочим Осталось 11 секунд До конца встречи Вот опасный Точнее не опасный А прекрасный силовой прием Провел Владимир Малахов Против Ткачука Ну действительно Встал как скала Как Простите мне Самому понравилось Это сравнение Как Малахов Курган О которой разбиваются Враги Что Минутную паузу Взял кто-то из 30 секунд 30 секунд Да В этой ситуации Когда остается Один секунд И Вбрасывание в зоне Противника Очень важно Конечно Во-первых Выиграть Вбрасывание Для того Чтобы Последовал Уже бросок От защитников Николишина Николишина На вбрасывание Поставили Яшин Ковальчук Николишин Гончар И Твердовский Два защитника Обладающие Мощными бросками Ай-яй-яй-яй-яй Какой момент был Выбросил Щиток Майк Рихтер Три секунды Здорово Так бросил Алексей Яшин И Рихтер Прекрасно сыграл Конечно Вот давайте Посмотрим Ах Ковальчук Бросал Нет Нет Это Яшин Бросал Да Из гуще Игроков За три секунды Сняли Вратаря Наши сняли Вратаря Да Да Это интересное решение За три секунды На Олимпийских играх Бывают чудеса В баскетболе Да Вспомним Мюнхен 72-го года Закончилось Время Отведенное Для Паузы Для перерыва Итак у нас Николишин Снова на обрасывании Ковальчук Федоров Павел Буре Павел Буре И Гончар Твердовский Да нет Ах Ну что дорогие друзья Закончился этот Очень напряженный матч Тяжелейший матч Который Я думаю Вымотал немало нервов Не только у тех Кто был и в этой И здесь На трибунах Но и у экранов Телевизоров 2-2 Александр Сергеевич Я обращаюсь К Александру Якушеву Моему сегодня Партнеру По комментарию Двукратному Олимпийскому Чемпиону Давайте подведем Итоги Этой встречи Безусловно Обидно Конечно Что не удержали мы Победный Для нас счет Но тем не менее Наверное Все таки Справедливо Игра закончилась Ничью Наверное Справедливо Вы знаете Мне кажется Что Вот эта игра Ну не знаю На 100% Ответила На очень важный вопрос Насколько у нас Есть Команда Мне кажется Что вот По этой игре Эта игра Ответила Ответила Безусловно Есть конечно Еще недоработки Несомненно Несомненно Но то что Характер у команды Присутствует Присутствует Это вот доказала Сегодняшняя игра Очень зрелищная Очень темповая Очень скоростная Умная Запас прочности Еще есть большой И вы знаете Мне кажется Что конечно Вот вы говорили О том Что есть смысл Обязательно Поработать Над очень важными Моментами Над ошибками В обороне Думаю Что сегодня Это станет Предметом Разбирательства Наши болельщики Приветствуют Сейчас У выхода Вот к сожалению Операторы Это не показывают Они показывают Как хоккеисты Уже В подтрибунном Помещении Находятся А наши болельщики Размахивая Российскими Флагами И вот пожалуйста Посмотрите Американцы И больше удалялись И меньше Бросали поворотом А это вот К сожалению Вам не показывают Это хроника Точнее Это статистика Которая здесь У нас в зале А я могу вам сообщить Что 35 бросков Совершили наши Поворотом И 25 Американцы 10 минут Наши Провели в меньшинстве То есть 8 минут Наши Провели в меньшинстве 10 минут Провели в меньшинстве Американцы То есть Вроде бы Под такого По таким Показателям Мы даже Выглядим Как-то получше Чем Американцы Но самое главное Дорогие друзья Это конечно Содержательный хоккей Который был продемонстрирован Обеими командами И мы сошлись С Александром Якушевым Абсолютно во мнении Что Результат на табло 2-2 Отображает В общем-то Равенство сил Которое Вот мы сейчас Видим с вами Дорогие друзья Опасные моменты Голы Которые Были забиты И вот После прохода Мадана Брэд Хал Выцарапал Шайбу У нашего Защитника Из-под конька И забросил Ее в ворота На этом Дорогие друзья Я с вами Прощаюсь Прощаются с вами Александр Якушев И Григорий Твалтвадзе А я передаю Слово Нашей студии В международном Пресс-центре Солт-Лейк-Сити Дмитрию Губерниеву Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова